Может на этой линии, да, очень проблематично стоять. Если возьмут здесь ЕГЭ Лича, который топнется, забанит сразу пул с телепорта, и потом встанут они на эту линию, Лич Дум. Очень тяжело будет их согнать. Ну и цдек не хотят играть против Темпларки. Против кого же не хотят играть и Вулджиниасос. Мне кажется, Эмбера все-таки стоит забанить. Против Ли, ну не хотят играть. У ЕГЭ самих первый пик сейчас будет, и они могут какого-нибудь Эмберспирта, в принципе, сами забрать у них, своровать. Да, могут, но мне почему-то кажется, что здесь ЕГЭ захотят через ВР-очку сыграть, если останется. Через ВР-ку тоже можно, неплохой вариант. Самуил хорошие игры выдавал на этом персонаже на протяжении этого турнира и до этого. Винтер и Верна уже, в принципе, у тебя. Тут у тебя запасные герои, которые хорошо подконтривают ВР-ку. Да, да, и ребят, которые только из шарика выходят. Можно удобно довольно связать. И доджить этот самый Сноубол. Пока что ВР-ка хорошо здесь заходит на возле. Мы посмотрим, будет ли так, как вы считаете, или же все-таки команда думает иначе. Команда думает иначе. Так, ладно, да, 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 да. А, у нас уже песни пошли. Теоретически, кстати, это может быть еще и Doom для Fira. Может быть, Лис. Играли так в Сингапуре, EG, как раз-таки против команды Virtus.pro. Да. Ну, кстати, это и хорошо, потому что он так себя хоть более-менее в своей тарелке чувствует. То есть на Doom можно там прибежать куда-то на земельке, побить руками, а не ворды покупать. Это там, где третья... Проблема в том, что Виверна, она может, конечно, ворды покупать, но если что-то не заладится, то совсем тяжело играть на таком персонаже. Я думаю, что все-таки хочется хотя бы какой-то Glimmer, лучше Glimmer Force или Glimmer Diger на этом героя займеть ближе в фейл-геймах. Если же это будет Doom четвертой позиции, то не будет просто места у Виверна, кроме как в тимфайтах. Удачно где-то киллы подстились. Тяне, ну, думаю, что ничего не мешает купить те же самые там пару пачек вардов и отдать ее кому угодно. Жадность ему мешает. Жадность мешает. Ну, нет. Сутишь, тоже люди понимают. Опа-на. А вот и Бэйн все-таки. Андрей Сучков, значит, подъехал к нам. Ну, вот. Ну, собственно, уже ясно, что на хадлейне будет стоять Doom. Вот. Бэйн будет... Ну, снова будет сумоилить феер, наверное. Бегать рядом с мидом, помогать. Вот. Хороший герой. Они все, что он с этим Doom могут придумать. У меня его и на фейн-фармант поставить. Мне кажется, будет еще какой-то кэрри. А может быть, будет еще какой-то кэрри. Не очень тяжелый, который пофармит легкую. Может быть, даже Эмбер какой-то для EG. Для Артизи. Артизи хорош. Как вот Секрет так же пекают. Вот ты напекал трех героев, которые бьют по БКБ, и потом на два сильных таких кора набираешь. Не только бьют по БКБ, они еще очень сильны на стадии именно лайнинга. Соответственно, тоже. Вот. И два кора набираешь, которые будут там бекать, уничтожать, убивать. Ну, как раз таки та же самая ВРК очень хорошо подходит под этот стиль. Эмбер Спирит для Агрессива. Не, удивительно. Для меня удивительно, почему отдали. Неужели настолько уверены в себе? Да, вроде есть контроль. Тинни для Тайника. Изи, по крайней мере, его я видел на этом персонаже. Так что, Моил тоже играл один раз. Ну, вот это как раз та самая ситуация, когда они могут меняться. Они, по-моему, вообще с Тинни не проигрывали. Какой руке Тинни? В левой. На легкой или на кэре. Сумаил или Артизи. На самом деле, топ-1 герой тоже. Этот Тинни. Его неплохо подняли. Да. Он вообще сопарейшн. То есть, ты солидарен с тем, что Operation. Operation вообще. Если бы было что-то выше, чем топ-1, то он был этим героем. А Тинни просто классно. Он на легкой линии, то есть, ему дать какой-то там, ну, пятый левел, и, грубо говоря, ну, там, Боттл или же Трэды. И кто к нему придет туда вот стоять? А никто не придет. Он кормит гречкой всех. Он гречкой эти камни тебе не рады. Он показывает сразу, что тебе здесь не рады, дружок. И плюс, допустим, стоя на легкой линии, он может быстро запушить линию, пойти на ту же руну, а там уже отплавнятся с полы, помочь кому угодно и отжать эту руну. Вот. Великолепный герой как для Изилайна, так и, в принципе, для Мида. Если, ну, герой, кто будет на Миде стоять? Не Эмбер, наверное. Да, для Эмбер. Мне кажется, Эмбер будет. Ну, да. То есть, будет еще герой взят. А что может быть сильного такого там? Ни Лины, ни Клопы уже нету. ВР-очка осталась тоже. Ни Темплар, ну да, только ВР-ка. Какой поздний Spirit Breaker для CD? И Вайпер опять-таки есть для Шики здесь. А, нет, Вайпер Баня. Вайпер Баня. Как и мы его отдали от их любимой герой? Ну, тут, в принципе, каждая команда набрала то, что хочет. А здесь, кстати, не особо-то он и заходит, мне кажется, этот Spirit Breaker. Вот кого он гангать будет? Если Бэйн привычно для его Genius на центральном коридоре будет обитать, то ты туда прибегай, не прибегай. Никого ты не убьешь. В Doom отчаржить бесперспективно, потому что его просто тяжело очень поражать. А если это Soul of Wayne Doom, если ты даже его как-то убиваешь, невелика потеря. Сейф-вейн у ЕГЭ тоже в безопасности. Там, как сказал Саня, уже стоит вот этот Тинни. Может он там оказаться, может в миде. Но, в общем, нет простых целей. Нет вот этих уязвимых СФ-ов каких-то, еще кого-то. Таких лин, может быть, крупных персонажей, в которых ты чаржишь и убиваешь. Прибежал, герой лопнул, убежал. Так, что-то, кто у нас думает? Думает у нас CDG Gaming. Они не думают, они все знают, поэтому они не обламываются. Но! Спиринбрейхер действительно что-то здесь не должен. Это как раз бывает та первая, где Агрессив только встал, он мне звонил, проснулся 15 минут назад. Говорит, сейчас этот самый, я приеду тут. Да это тоже герой ваш на перспективку просто, чтобы потом где-то в лейте пробивать свой ультимейт тоже. Или там Бэйн, у которого будет в БКБ. Разве что да, он может чаржиться в Бэйна. Вот единственное, вижу смысл, чтобы через всех у него влетать. Но тут хватает, кому останавливать. Остальные три героя прекрасно ловят его на подходе еще. Ну, он сам может в БКБ бежать тоже. Ну, да! Нет, тут действительно, в БКБ и Думы, и тот самый Тосс. А, тут Тосс не его не сделаешь, да. А если Электрик, он пролетает, и прям за него сразу же... Ну, ладно, так тоже не получится. Но было бы круто. Да, да, я согласен. Было бы очень круто. Да, и так забанили Слардара наши братья. И что же возьму сейчас? Это, по-моему, первый раз, когда вообще вот дошел Слардар до такой стадии. Да нет, было вообще, что его никто не пикал. А вега забирали Слардара с ласт пиком вообще? Или не вега, кто-то там? Парлс? И вот Тимберс для Сумаила, Синий для Артизи. Видели мы уже похожую стратегию от ЕГЭ, только там Дума не было. Там был Тускар для Юниверса. А Дум прекрасное дополнение к любому пику. Ездишь, Синий... Вишенка на торт. Откровенно говоря, пик мне ЕГЭ нравится в 17 раз. Нет, где-то в 16 раз больше, чем пик Си, Ди и Си, Гейминг. Я согласен. Здесь много целей для Тимбера, да и остальные. Просто вот Тимфайт поувереннее выглядит. Лейнинг вроде как тоже. Лейт тоже у ЕГЭ намного увереннее. Ну вот, а что на мид они возьмут, интересно? То есть, Верочка одна осталась. Так, а все герои Шики уже все, ушли. Я не особо-то и видел, чтобы Шики на этой Верочке разрывал. Играл он несколько раз? Дракон. Вот тебе и пожалуйста. Ну, как-то сейчас... Четыре миличника. Неприятно ему в миде будет стоять. Дракону совсем неприятно. Сейчас и Тимбер может в мидл отправиться, а этот матчап совсем плохой для Драконайта. Повторение пятого интернешнала. Гранд финала. Evil Geniuses против CEDEC. Первая карта начинается прямо сейчас. Ну что ж, спасибо Иван. Спасибо нашу любимой студии-аналитики. Мы врываемся в прямой эфир. Будем смотреть тот самый повтор за интернешнл. Повтор финала венеров прошедшего такого мейджора, скажем так, крупного турнира. И у микрофона сегодня для вас будут работать деклады и Версута. Да, всем привет. Ну матч будет, конечно, зрелищным. Усаживайтесь поудобнее, дорогие друзья. CEDEC, которые взяли себе персонажей, как по мне, неплохо контрящие противника. Вот я не знаю, почему так прям наша аналитика наговорила на пике EG. Ген, но мне почему-то кажется, EG, конечно же. Но мне кажется, что все-таки, когда вызывается сигиль и атак спид Тинни понижается до ноля, и единственное, что он может, это Тос Эваленч. То есть если вот он за начальную стадию наберет какое-то там супер-супер преимущество, да, там купит себе быстрый даггер, начнет всех мочить своим Тосом Эваленчем, и там еще у Тимбера все сложится, он нафармит себе хорошие шмотки, тогда, в принципе, штопаться будут герои жестко. Но при таких раскладах любым пиком можно убивать своего противника. А если все будет идти ровно, вызывается просто вот этот сигиль, и какому-нибудь Тони под этим сигилем даже, ну, размахнуться, ударить будет очень тяжело. Не говоря уже там про всякие айс-вортексы, айс-бласты, спирит-брейкер, которые, не знаю, мне больше пик нравится на самом деле CEDEC. Ну, вот ты знаешь, пик довольно для них свойственен, казалось бы, да, вот эти Эмберы, Тускары, но с другой стороны стадия лейнинга. Вот как там будут отстаивать свои позиции с дэк, большой вопрос, потому что линии довольно жесткие у ЕГЭ получаются с персонажами. Вообще, давайте изначально пройдемся по составам, кто на ком будет исполнять. Так, ребята из Эвел Джениусс, Сумаил пошел на Тимберсо, пока там возле нижней линии гуляет, Фир будет на суппорт Бэйне, Артист играет на своем Тине, Питер Даггер, он же ППД на Винтер Виверне, ну и Юниверс в сложной на Думе. Так, ну и Сиди Си, Купа играет Оперейшнам, Игзи на Тускаре, Гардер, Спирит Брейкер, Шики, Драгон Найт и Агрессив на Эмбер Спирит. Так, смотри, стычка у нас может получиться сейчас на верхней руне, Артик Берн пошел в Винтер Виверне, забрасывает двоих по Девел, есть на развороте. И по Чилинташу очень больно, Артизи, Артизи пока живет, погибает Агрессив, Артизи тоже погибает, один в один пока размен, наваливают здесь товарищу Купу, под землей бежит за ним Юниверс, буквально одну тычку он сможет сделать, а дальше уже, наверное, не получится его добить, или все-таки... Брейнца будет, Брейнца будет файл-дэмэдж, большой вопрос, ба-тайд, ронарь. Ай, ба-тайд, реально дэмэджи. Ну и получается 2-1 в этом размене, причем ферсбад сделали ребята из Эвел Джениусус, поэтому размен для них. Такой выгодный получается. Ну не намного, как показывает нам файл-рекап, но все же. Опять же, учитывая то, что еще вот этот Бриз, Бризфайр от Драгонайта понижает дэмэдж, то, ну, я тут вообще, конечно, Тинни не завидую. У него там и урона не будет, и проблем будет очень много. То есть ему надо и БКБ взять, и какие-то айтемы на атак спид, и нужно максимально Тускара прохарасить, обязательно максимально его прохарасить. Потому что Тускар, вот я начал говорить про Сигиль, вообще этот Тускар, он может просто игру сделать в своей команде, если будет все грамотно использовать. Так, на середине видео посмотрим момент, тортизи, фланч-тос, и Спракас спокойно забирает. Какая халява. Ну да, ну, конечно, понятное дело, Драгонайту здесь было бы очень тяжко стоять. Все-таки Бэйн, если нет поддержки у ДК, или вообще у какого-то любого мидера, любого персонажа на медлине, и играют они против Бэйна, то всегда тяжело, всегда есть возможность того, что просто Спракас-то будут забирать. Так оно, в принципе, и произошло. Что касается Тускара, кстати говоря, вот играет на нем товарищ ХЗ, я напомню тем, кто не вдруг вспомнил все прошедшие матчи за Интернешнл, да, вот эти вот финальные, то в финале винаров ребята из ДК выиграли, используя Тускара 2-0. В гранд-финале они проиграли 3-1, и одну карту выиграли, не используя Тускара, опять же, у всех остальных матчей Тускара у них не было. Правда, играют там параллельно и одновременно на Тускаре и товарищ ХЗ, и товарищ Гартер, вот в этот раз ХЗ. Но, тем не менее, герой вот против Л'Джинис, у них имеет чуть ли не стопроцентный винрейт. Но также стоит отметить, что линия для Сумаила очень хорошая, тут идет разгон на Фира, Фир забирает дабл-дэмэдж или не забирает? А, забирая, да, у него бутыль, ничего себе интересный, и там бил у Фира. Бутыль он забрал в Артезе, все понятно. Гардер наваливает, очень больно под Арктик Биарном, замедление идет довольно сильно, и буквально последнюю точку нужно лететь, главное не промахнуться, и он не промахивается. Шикарно, два суппорта встретились, с дабл-дэмэджем Булбэйн, вообще не протели своего оппонента, курьер тут нужно аккуратненько подконтролить. Да, и ты знаешь, Фир так начинает очень даже здорово, суппорт Бейн, 2-0-2 он имеет, одного крипа всего лишь забрал, насколько герой противника он уже так обидел, довольно серьезно. Сапог, талисман, боттал, шикарнейший старт, просто шикарнейший. Да, я вот не договорил по поводу Тимбера, то есть ему нашли хорошую линию, на которой по сути он фрифармит. Тимбер на фрифарме, ну он очень страшный персонаж, очень страшный, тем более, что ребята из CDC будут страдать от него нереально жестко, там тот же Драгон Найт, который, казалось бы, достаточно плотный персонаж, с хорошими резистами, его будут разваливать только в путь. Спирит Брейкер также будет разваливаться. Так, ну вот тут нападение на Шики, есть хороший тост, Шики встрял, юзает Бриз, чтобы понизить демот своего оппонента на Брэйнсап, и буквально пара тычек завершает его жизнь. Что-то, что-то с деки как-то не подсобрались, такое ощущение на первую карту, потому что страдают они, что не на всех линиях, миддлайн вообще потерян, то есть непонятно, чем занимается пока суппорты, ну вот вижу Яниш Топоришн, который охраняет Эмбер Спирит, наверное, есть смысл подойти к Драгон Найту, иначе Драгон Найт без фарма, он не получит достойного левела на нужной минуте, не поднимет себе нужных артефактов и будет вечно страдать. Ну и в плане вот расстановки линий, наши аналитики предположили, что возможно Сумайлан Тимберсова пойдет в мид, но вот такой лайнап, он получился даже получше для ЭГ, потому что Тинни, как мы видим, с прокаста, с ДК пока справляется, а Тимбер не оставляет шансов для фарма практически Тускару, да, то есть его старается гонять. Так, как-то прям совсем легко, как-то играючи расправляется с Шики, вроде не самый тощий и слабый персонаж, но вот ему крайне тяжко приходится, стакает себе Шики. Эти стаки, кстати, могут зафармить и сами ЕГЭ, потому что надо быть поосторожнее. Кстати, в этом плане они довольно опытные ребята, вот зачастую именно в их геймплее видно, какая ребята собирается под смоками, старается навести чужие леса, там забрать чужие стаки, ну вот, возможно, Тинни попытается этим заняться. И, возможно, как раз-таки только поэтому стаки в своем лесу не делаются, потому что противник для них любезно эти стаки готовит. Может быть и так. Достаточно грамотная игра от Агрессива, имеет он неплохой крипстат, учитывая, что против него стоит Винтер Виверна плюс Дум, ну сейчас уже, ну хотя нет, Винтер Виверна тут и стоит, все правильно. То есть он должен, по идее, проседать, но, как ни странно, у Юниверса крипов меньше. Это достаточно забавно. Угу, как я поправили, кстати говоря, то есть 4 игры было на Тускаре против Эвол Джениус Судсдек и выиграли только 3, не 4. Но какую-то карту, видимо, я пропустил. Ну, тем не менее, бедрайд хороший. Да, согласен. Более чем. Самое главное именно с этим персонажем. Так, Юниверс, что он нас там взял себе? Взял себе сатиру, он у вас ушел вот так вот, есть у него дополнительный нюк, перемещается на линию нижнюю, есть у него уже готовые фейзы, 15 крипов съел, 2 ассиста. Ну, в общем-то, начало такое довольно симпатичное. Я так и не понял, зачем, конечно, так пофанится. Но кулдаун маленький, поэтому может себе экзи позволить Смейла так немного разминать. Потому что поэнта подтягивается, эфир может сейчас неплохо синициировать, но нет, задача была просто, так понимаю, прогнать хз подальше от крипов. Ну, а там не забываем, что Гартер за спиной стоит, и он готов, в случае, будет поддержать свою вот тускарочку. Агрессив, а, агрессив без телепорта, жаль. Но агрессив, если купит себе телепорт, то он тоже, но пока еще рано, у него еще нет шестого, желательно вообще седьмой, конечно, поднять, чтобы Флэмгвард промахить, когда уже, может быть, будут какие-то подключения, пока он тупо фармит. А, ну, более-менее игра подуспокоилась, перестал умирать Драгонайт, счет 5-1 так и остановился, ребята просто продолжают фармить. Ну, есть смысл оценить, наверное, на Творс, например, сравниваем мид героев, но там, конечно, вообще беда, в два раза Артизия переигрывает по фарму Шики, это очень-очень много, конечно, остальные пока держатся еще более-менее. Так, вот здесь к лицу может быть стычка, ХЗ идет вместе с Гардером, на Артизия нападает, Артизия пытается не дать взять руну, заблокировали с помощью Айс Шард, но руну уже взял. Артизия уже взял и застрял здесь Гардер, очень неприятная ситуация, в итоге Игзи погибает, как же печально все сложилось. Там может быть продолжить погоню, но нет, Гардер, не смог уйти. Не подоспел немножко Шики, его заслипали, Слип перенимает на себя. О, Артизия идет, ты посмотри, есть у него Тос Эволенджер, тоже засыпает аппарат, отделка еще один минус, и Шики под Артикберном, под жутким замедлением, получает, правда, на развороте стан Юниверс, сюда ТП, Юниверсу можно пытаться забрать, но он... Агрессия с тремя ремнантами врывается, связочка, Юниверс под фокусом, минус Юниверс, разгон на Фира, но больше нет ремнантов, да и маны тоже не имеется, поэтому продолжения никого не должно быть. Да, там уже у Фира, между прочим, Аркейн Буцы, так что на Артизии восполнил запас МП, и готов был тут еще один прокаст выдавать, так что тут опасно на них залетать, скажем так. Ну и 7.2, старт в любом случае за ЕГЭ, абсолютно полностью, видим, что ведут они по 3000 по деньгам, по экспириенсу 500, ну, получилось все, что было. Сумаил совсем не отвлекается от своего лайна, он полностью фармит, это очень хорошо, Тимберсоу это, наверное, какой-то, знаешь, своего рода антимаг, только убивающий не с руки, а вот способностями своими. С чистыми, да, с чистым дэмэджем, скажем так. Очень больно будет, как и Драгонайт, вот ты правильно говорил, и Spirit Breaker, и Ember Spirit тоже, если окажется под фокусом, будет страдать. И не совсем ясно, чем вообще этого Тимберсоу-то убивать. То есть, ну, вроде какой-то контроль в виде станов имеется, но у парня есть Escape, если начальный фокус он переживет, а Тимберсоу просто так сдуть довольно тяжеловато бывает, особенно если Тимберсоу стоит на легкой линии, ну да. Его, как бы, самая проблемная сторона это выформить чмотки, то есть в большинстве случаев его отправляют в хард, где он там терпит, 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 получает по щам, и всю игру максимум Bloodstone себе там нафармит, и все, а ему нужен и Bloodstone, и Agonim, и какая-нибудь желательно Шива, там, и вот тогда он уже начинает, там, какие-то супермощные становятся, либо там вместо Шива может быть покупаться БКБ плюс Даггер, вот как-то так. Это билд может быть, да, очень равный, зависит. Но вот Agonim Bloodstone это вот сто процентов два шмота, которые надо иметь, и тогда ты пенетрируешь. Значит, Blink Dagger, может быть, неплохо будет смотреться от каких-то вырывов внезапных. Ну да, у Блинг Даггера тоже такой ситуативный, айтем, как и БКБ, как и Шива, там, и так далее. Так, я вижу, как в те времена Агрейсер со стаками справился, более-менее подформил, так на четвертой позиции и по надфорсу держится в своей команде, понятное дело, первый. Ну, мы видим, что все-таки не досталось тоже ни экспириенса Драгон Найту, ни денег с этих стаков, Драгон Найт прежнему стоит на меду, но вот благо, что один фраг у него появился, потому что они поймали дома, более-менее, скажем так, Брэйсер, Боттл. Ну вот есть левел 7. Чем хорош Драгон Найт, мы знаем, тем, что он внезапно может собраться вместе с своей командой и попытаться что-нибудь подпушить. Особенно на ранних левелах это должно выглядеть хорошо. Единственное, конечно, герои у него такие в команде, которые на пуш, ну, не очень хороши. Урона по товарам у них нет. Смолки какие-то как разбивают. Ну вот через ганг, да, то есть попробовать пойти вниз, убить Сумаил и снести табор. Может быть, путь такой. Но Шик решил остаться, пока он имелит позиции. У Бэйна смог, в принципе, есть. Пеппите тоже еще один покупай. Да, смог юзают, два суппорта. Аппарэйшн 6 подымает достаточно таймингово. Может запускать сейчас ультимейт вниз. Только надо как-то беспалевно это делать, потому что стоя на лайне, тебя увидят и поймут. Так, ну вот агрессив, пошел на агрессив, пошел под виженом противника. Бэйн идет, слип дал. Так, пошел лазбласт. Пошел лазбласт, идет разгон. С бластом, походу, тут попасть не получится. Или все-таки? Посмотрелся там, Теренгард. А, и очень большой закатывается. Ну, в Самоила не успевает. Буквально чуть-чуть, чтобы зацепилась бластом. Все равно очень больно. Сумоил, Сумоила, бац, сейвили. Да ладно, Голл, ты Брэйн, то пропить нечем. Нет, Нюк, вот так, поскольку сейчас трогонайзает Брэйс Файер, сдули наконец-то имперцом. Размен один в один. Фир делает филинг спрей. Что дальше? А дальше потягивается, ребят, агрессив, а ТП сбить нечем. Агрессив, по идее, должен вернуться на Ревна. Скорее всего, он должен был его здесь оставить. Под Думом находятся Шики-Шики. Очень больно. Она пихунька, вот ему скресты там. Или это такая тычка была? Это Брэйн Саппл. И еще и Сатиром потом добил Юниверс, используя Шок Фейв. Да, ну а там в Сол те времена Мартизи пришел и просто Тимберсов развалил. Кого там развалил? Он с каста. А, Тускарчика, да, он убил с прокаста. Так что со всеми более-менее ЕГЭ разобрались. Привнести СДЭК в свою игру. Пошли в чужой лес и там были наказаны. И преимущественно вновь растет УЕГЭ. Появляются серьезные проблемки. Но вот этот фит, конечно, в виде Даля Артизи на одиннадцатой минуте он имеет просто даггер, девятый левел. Это очень много. Ну да, а вот у Драгната нет ничего. Но это проблема. Тени идет, с надворцом 5500. Сейчас... Разгон на Сумаила. Айсбласт есть. Не успевает Сумаила. Куда улететь Сумаила? Сумаила очень больно. Моментальный килл. Мне как-то показалось, что он, по-моему, не попал. Уже второй раз подряд. Своим Тимберчейн, но не доставал. А он, да, вполне. Он доставал. Я вот сейчас на... У него третьего уровня прокачки. Но он наведено, в виде просто на него и... Ну, всегда. И наведен сейчас на Тимберчейн. Видишь? Доставал. То есть проблема в том, что его забашили. Ой-ой-ой-ой-ой, уходит. Ты ж посмотри, как там хп осталось. Да. Ого. Успел идти на Ремнант, сразу же тэп-аут. Один Ремнант еще оставляют, чтобы вернуться. Но Артизи здесь под Инвизом, он готов давать тос Эбл. Сейчас будет перехватывать. Кура палится за секунду. А то ты и Гардер, я думаю, тоже долго жить не будет. Если залетит Артизи, Артизи под Тавер лезть особо не хочет. Ну, знают, знают, что там Ремнант стоит, Имберспирит подтянется, случаем. Можно и встретить. Но он сейчас потягивается дополнительный герой у ЕГЭ, их тут становится. А что вижение имеется на Фира, знают. Идет уже агрессив. А куда он? Куда он? Куда он? Куда он? Эволы не попадает. Артизи не попал. Не попал. Под себя давал. На полноход. Ну, вот тут такое. Он же не видел. Он прыгал. У него Вижена нет. Тут стоит Двард. Стоял, да. А то он так прыгал чисто. Примерно понимая, теперь он не покупает спиддум. Ну, вот тот самый стандартный такой боевой дум. Толстенький, очень хорошим хп-регеном, трудноубиваемый. Купит себе впоследствии, я уверен, какой-то Владмир, что будет полезно не только для себя, а для своей команды. И будет что-то роли такого танка исполнять. Плюс, конечно, параллельно выключая одного из персонажей СТС в замесе. И деки опять что-то решили придумать. Ну, вот очередной смок. Есть опять же Айсбласт, есть прокаст у ХЗ и отправляются они в чужие леса. А там стоял Вард, видели они фармящие Вартизи. Но он уже оттуда ушел. Вороночка уже промо-акшены. Сколько дэмэджа будет летать? Ну да. Рейджкаста такой огромный просто. Так, это в сервер. Видно, видно, Сумаила, с флоболом полетели. И вгадывается в него моментально. Айсбласт сверху, разрыв. Фиру, кстати, тоже немного больновато, но здесь гардер, скорее всего, заберут. Пытаются отступить. Ку под фокусом, он замедлил Игзи так же. Ку отсюда уже живым не уходит. Хорошая ответочка пошла, очень хорошая. Вот отвечают, Иг не дают они так на халяву залететь, сделать фраг и уйти. Постоянно куча героев у Иг стягиваются, делают ТПшки и уничтожают противника. В итоге, да, вроде бы убили Сумаила там с более-менее надворсом, но потеряли двух героев, двух субордов. Плюс ко всему, другие ресурсы были тоже затрачены. Это, конечно же, смог, это время. То есть, ну, как-то вот, ну не все так круто получается, все так, как они хотят. Второй ганку уже не очень успешно. Вроде убили быстро, но слишком далеко. Зашли, конечно, территория противника, как ни крути. Там еще повезло, что Винтер Верн и Винтерскерс не хватало МП, то есть, испаначи зацепил одного героя, то можно было троем пролечь. Ну, это было бы совсем печально. 1400 голодов от Ускара. Решил выйти сразу в Даггер, пока ничего не покупает. Ну, да, думает, думает. Вот, мне что интересно, агрессив тоже. Не особо пока суперактивный. Три ассиста сделал, есть одна смерть, левел девятый. Мы помним агрессив, а вот его краски подключений частых в early game, в mid game, самый активный игрок на этом персонаже. Ну, пока, видимо, особо таких вот подключений нет возможности делать. Так, ну, вот очередной Nightmare на Шике, пока никого рядом нет, чисто попугать, судя по всему. Это развод был, типичный развод на телепорты, но никто не затопошился. Ага. Как же они прям хладнокровно играют? Хладнокровно. Может быть, просто решили продать свою тему, это кто знает, если бы на него была атака. Кстати говоря, вот нравится мне этот билд, очень нравится. Вот, как бы команда сейчас не страдала, как бы все, у него есть медальтик, и он рано или поздно огоним, который вот фотос выформит себе и будет вполне себе таким боевым персонажем. Пошли веселиться. Вот, хорошие ворды по-прежнему ставят у CTLC с прошлого захода и видно сейчас передвижение ЕГЭ. ЕГЭ у нас пытается очень четкие ворды, боже, прям аж... Ну да, 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 то есть все, видно, вот с антричники есть ли или нет, давайте посмотрим. Но по факту защитов, да, то вчитывая, что они, они по сути поставили вард и вдвоем сдохли, но убили вражеского кора. То есть, по сути, на самом деле для CDC даже это в плюс вышло, учитывая, что они поставили вард такой офигенный. С учетом того, что этот вард действительно видит перед вмещение противника, то да, тут сложно спорить с этим. Что интересно, вторая, вторые барабаны появились у Ego, то есть, есть один утул, он купил давно, а с этим. Ну, барабаны, на самом деле, когда там говорят, мол, одни на команду, так, господи, во-первых, они не бесконечные заряды имеют значим с этого, а во-вторых, сам по себе айтам очень такой приятненький, общий укрепляющий, что бы его не купить. Так, наконец-таки Сумаил успел проезжать тимберчейн, они смогут в него вгрызться гардер. На хасте, гардер улетает с телепорта, он очень четко прочел этот момент. Тоже вардец такой довольно забавный, который пропалил передвижение гардера, но его не убили. Пока все так, вот что удивительно, ребята, из Ego до сих пор ни одного тавера еще не оформили, хотя, в принципе, с учетом различных аур, которые не имеют, можно было сделать, но они много героев противника подавали. Агрессив получается, соус так, агрессив, финсгрипп, так, есть ТП, есть ТП, приходит Сумаилс, с Раскатом пытается брать агрессив, агрессив, не хватает урон, но уходит на свой. Гранд, там, тупал, и снова вернется. Для себя какой-нибудь тень прилетел, да? дум, 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 да, так, развод, твери на дум пошел, есть сноубол, айсбаб уходит не туда, балрас панч, и неизор страйк, юниверс, немножко добить надо, юниверс, конечно, регенерация, но погибает под натисом такого урона. Различ агрессив, ассумаил, подчинный подстрял, есть ТП, сумаил пытается уйти, на тимберчене, получается неплохо, отбивают его ботлум. Ой, хорошо, здесь отыгрывает ку, его найтмарят, но он успел сделать килл, но он сам заморозил, пока винтерсблаз, артизи, дальше залетает на агрессива, и в итоге минус 2. Да, ну, в общем-то, мега килл делает артизи, мега килл делает фиру, этих ребят, стреки. Атака потеряли, кто-то думал своих героев, то это был Тимберсол, там, и кто-то погибает. Но то, что погибает постоянно Эмберспирит, это очень плохо, потому что ему в ближайшее время нужно как-то выформить БФчик. проблемки небольшие у Шики, но он под инвизом, а детекшена нет. Не ожидали, что там есть инвиз, действительно был. Глимер уже есть у Бейна, нужно принести себя. И вот он тот самый Владмир, появляется, товарища Юниверса. Так, вниз подтягиваются, Шики до сих пор под инвизом, и Юниверс, например, какой-нибудь может встрять. Но тут, конечно, поддержка должна быть. С маной небольшую проблему у Тини, но нет, все-таки Шики не стал ловить. Ну и ребята из ЕГЭ просто там просто отошли. Так, ну что, у нас 18 минут игры позади, графики смотрим. Не растет преимущество ЕГЭ, деки в последние минуты давали хороший размен, и вот 3000, как и было, так и осталось с 8 минуты. В целом, говорят о том, что деки немножко подсобрались, уже хорошие ганки нам демонстрируют. Есть фарм, все-таки и Operation что-то получает, и Ember Spirit, несмотря на свои смерть, тоже неплохо пытается фармить. Ну и Тускар, каким-то образом, тоже такие вот шмотки классные имеет, и у него тоже есть барабан, ноу-кар-клаб. Топовый, по Нетворсу вообще в своей команде, красавчик, экзе. Да, надо, конечно, на Тускаре, надо пытаться тащить, потому что он стоял один на один, и если будет уступать по Нетворсу там вражескому, ну, с кем он стоял, с Сумаилом, если он будет уступать с Сумаилом, то это будет не очень приятно, а он в общем утрец обгоняет, при том, что Сумаил в большинстве случаев тупо фармит, но пока вот он умирает, четыре смерти у него имеется, это не очень приятно для него. Да, и Сумаил еще не на привычной своей позиции стоял, да, на легкой лениной меду все-таки на своем Тимбере, может быть, это тоже сказалось, непонятно. Ну, Тимбер четыре раза уже ошибся, но для Артизии, конечно, довольно много знаков. Посмотрим, как будет дальше. Так, там в теории Немартизина фармился 2100 монет, не покупает себе запчасти от Аганима, пока. Купил, купил Коинбустер только что. А, ну, тогда все, тогда это действительно будет Аганим, и с Товараймой попроще будет общаться уже ребятам из ЕГЭ, пока снесли только один. Он еще с дабл-демеджем, боже мой, ну это 100% килл вообще любого героя, если он в него врывается. Дает Тоса в Ленч и тыку с дабл-демеджем. Так, а теперь видите, что-то может случиться, есть разгон универса, колд-пит пошел, подать сбор, закрывать, класс тоже туда, есть эзер-страйк, универс замерзает, универс и умирает, но там размест. Сумаил решил тоже забрать гардера с прокаста, получается это сделать, финс-грид сажали куку, тоже падает. И Шики встречает Дэву, и Чебеттосом назад его к своим тиммейтам, и это будет минус 3 в исполнении ЕГЭ. Шики все еще жив, но нет, Чакрамом Сумаил его добил и сделал дабл. Но это опять, опять с дэки, тоже та же самая ситуация, вот на протяжении эти 20 минут они врываются в кого-то, делают Канг, и ЕГЭ моментально оказываются в этой точке и страхуют своего тиммейта, мстят как минимум, сразу забирают кучу героев. Но вот как же важно иметь какие-то тпшки, как же важно реагировать на такие изменения на карте. Вот с Матс-8 более чем двукратное преимущество по факам получается. Вот опять же, вот в этой драке, например, не было товарища Эмберспирита, хотя мог бы быть, то есть он сейчас довольно должен быть силен. Лучше бы в этой драке было понятно, что они файт проиграют, и агрессив, как умный человек, остался фармить, а Шики решил, что мало у него фиды, надо побольше. Ну тут типа такого, понимаешь, что если врывается один, должна врываться вся команда, да, если не врывается никто, не врывается никто. Ну в принципе, должно быть логично. А когда врывается один и врывается другой, то это проблема. Тут получился уже, грубо говоря, тимфайт, и нет смысла проводить тимфайт, когда ты уже на дума потратил все свои, на кого-то, да, на дума потратили все вообще. Чтобы убить дума, нужно потратить вообще все. Айсбласт в одного, все-все-все в одного, и смысл драться тогда потом, когда у тебя уже все пусто. Вообще, да, в мультиматике, конечно, там довольно много было заюзанное, Назарстрайк и Айсбласт, это довольно ключевые такие способности, скажем так. Ну, в итоге, да, поставился Шики, не очень удачно тоже, 4 смерти у него есть, сейчас прожимают смок, у Шики через 20 секунд появится его ультимативная форма, драгон форма, ну и вот возможно будет где-то перетяжкой, либо в мид, либо на топ, чтобы снести тавер. Потому что пока, откровенно говоря, за 21 минуту, имея драгонайта в команде, довольно мало таверов они сломали. А там артистеринга, топ-агрессив, если что, подлавливать, стоит уже вот здесь в лесочке, знаете, находится агрессив в артизе, но нет, агрессив ушел на топ. Он в своей команде. Сидит также в лесочке, но вот он вылез, стоит хороший вардец, очень хороший вардец. Тут исполнение дзеков тоже дома агрессивных варда было проставлено. вот в исполнении дзеков, я говорю, вот этот вот вард. Да, да, и вот вниз просто поставили тоже. Ой, а он под вышкой оказался. Бывает. Бывает. Не самый четкий вард. Там, на что-то может получиться. Драгонайд, инициирует, юниверс, универс, 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 очень больно. Минус юниверс моментально, проблемки небольшие у Гаргера. Винтерферс какой хороший, туда же Сумаил, с драга, залетает, приходит агрессивную команду уже практически погибло, двоих осталось, драгонайд Брэдсфайр выдает. Есть снайд в МРС, Сумаил растерзал еще и драгонайд, остался агрессив, который под слипом, и вот его дужу маяд, проявляет, минус 5. Слипл хилл делал Сумаил. Нам разорвали. И Суицидис тоже, да, понимаем, я не успел. А, так ты не был там, да, лол. Он просто ничего не успел сделать, уже был под слипом. Не успел идти даже на ремнант. Но снова проигранный файт. Отыграли 2 600 ЕГЭ в свою пользу, учетом потери денег от деков. Ну и снова по надфорсу топовые корр-герои ЕГЭ. Да, все очень плохо. Все очень-очень-очень плохо. Все началось с того, что в миде Артизи пробустили Тони возможности. Очень качественно постоял в миде Фьюра. Подсуппортил так, что в итоге сейчас этот Тони бегает 8-1, 22-ая минута, у него 11 тысяч нетворс. Тони с таким нетворсом, конечно, не прощает. Ну да, многодневный сейчас только что появился. Очень здорово отыгрывает. Артизи Стас врыву убирает одного. Ну даже, я бы сказал, проблема не только в Тине. И тут проблема в том, что деки, как ты правильно подметил, все тратят в убийство одного героя. Да, они его сливают за кучу ультимейтов, а дальше, а дальше врываются мастеры АУЕ прокастов. Это и Тини, залетел Тимберсоу, Винтерверный Винтерскерс, и все. У Дздеков уже на это ничего не остается, БКБшек у них нет, и они просто пропадают, скажем так, под всеми этими АУЕ. И сложно, сложно такой ситуации что-либо предпринять, как-либо драку выигрывать. Вот, возможно, именно из этих соображений сейчас Дздек, персонажи, выфармливать все БКБшки, товарищи ХЗ, скоро она появится. Шики, по идее, тоже надо, но денег нет. Ой, агрессив, анатопий поймали, через Финкс Грипп, его очень больно, по идее, и ревнут у него должен быть. Да ладно. Сколько осталось? Ну да ладно. Он в который раз он выживает. Не самый толстый герой, но, блин. На развороте, смотри, Гардер пошел, ты просто фира вгрызается. Незерстрайк выдал, прокаст мое получил. айзбластит, залетает довольно-таки неплохо, но там Глимер Кейп, зарезистил очень много урона, из-за этого себя Найтвор, и, по-моему, надо оттуда уже драпать, иначе можно прозорвать. Хорошо, мегакилл формали, СТГ не стали бороться, скажем так, полным своим составом, видимо, они как-то рассредоточены по всей карте, сплитвушат Артизи, да, и в миде там тоже Питер Даггер был. Ну, потеряли в итоге одного Бэйна, скажем так, не бог видишь, что потери такие минимальные. Ну, хотя бы такие вот ганги периодически удается сделать с деком, потому что, конечно, в замесах у них не получается ничего. Ну, и график вырос до отметки 7500, плюс Лего. Там на теренемском атака была, нами подловили, есть 5 сгласс, Артизи будет страдать, пошел чардж, но вот, альтерский рак, иди, очень побитый, забивает его сплинтергластом, агрессив тоже в таверне. Ну, не плохо, учитывая, что он не стрим. Так, есть разгон, нужно хоть куда-то просто нажать этот разгон, ну, давай же вниз, куда-нибудь побежал. Там был перехват, юниверс готов, если что, перехватывать его, юниверс подстанется, юниверс! И подставился просто под ход этого гардера. Ускоряет, слушай, там Drom of Engines. Гардер все-таки ушел. Сумаил не хочет отпускать, у него дагерь есть, он его, кстати, может догнать, но вопрос, он получится ли убить. Да, догнал, хорошо. Чуть раму не особо продамажил. А вот помогите, Сумаил, помогите, там Ice-Band, залепает, Незерстрайк, Сумаил, надо суицидиться, надо суицидиться, Сумаил, надо суицидиться. Но он хочет до конца, жить, и, кстати говоря, может он даже хоть и выживет. Левел 2, он выживает, да, он выживает. А там Limber Cape, да, Сумаил жив. Слушай, какие, а? Стальные шары-то, Сумаил. Вроде бы, весь проказ копотал, и казалось бы, должен умирать, но подрассчитал, видимо, количество его здоровья. И выжил. Получил здорово. Ну, тот самый бешеный-бешеный Тимберсон, руках Самаила с Блэдстоуном, с Блинтагером, он просто врывается, летает, убивает. Он уже топ-2 по Нетворсу, конечно, он теперь уже будет бомбить, дай Боже, если он буквально там минут 7-8 назад был там, по-моему, в седьмой позиции или восьмой позиции по Нетворсу, вот, то сейчас уже нормально. Ну, она на фрагах клепает деньги. Это видно. Ну, и заряд на Блэдстоуне он тоже получает довольно много, уже 16 имеется. Очень хорошая регенерация. Последствия какой-то Аганим или БКБ. Ну, не тревела, или, ну, Сокурклаб, конечно, может что-то приобрести на тревела, здесь тоже будут нужны. С таким количеством зарядов на Блэдстоуне ты там умираешь, моментально возрождаешься и снова в замес. Ты даже байбекаться не надо. Какие-то тревела было бы вполне уместо. Ну, мало ли, вдруг под каким-то фокусом все-таки смогут его забрать. Ну, Артизи он один раз убили, сбили с него стрик, подняли довольно много денег. Тускар достался, по-моему, фраг. Тускар себе сразу БКБ приобрел. Смотрю на этого Драгон Найт и слеза наворачивается. 27 минут, один бринг. Да, 2700 голды, конечно, есть у него на кармане. Ну, 8000 нетворца против 12000, это солидная разница. Ну, как сказать, не ровен час, аппарат просто по натворцу опередит Драгон Найт и все за счет своего Мидаса. Я более чем уверен, что Драгон Найт должен фармить себе БКБ, чтобы как-то живучесть себе поднять. Опять же, это не решение всех проблем, потому что тут уже и урон какой-то нужен. Урон должен быть и агрессива тоже, но он только на пути фармления своего БФ. вот стратегия на самом деле у Си Ди Си была очень-очень понятная. Типа, Драгон Найт фармливает себе быстрый даггер, через даггер стан плюс айс бласт на любую часть карты они там где-то кого-то убивают, а потом под формой дракона забирают Тауэр, оставив своего противника в меньшинстве. А Эмбар Спирит, даггер появился, черт знает когда, а противник еще и может по щам надавать, если ты на него нападешь. И вот, в общем-то, от этого всего... Это снежный ком, который идет вот прям со первых минут игры. Где-то погиб, где-то чего-то не доиграл немножко, и все, уже игра не идет дальше, вообще никак. Противник не отпускает. Была попытка там ЕГЭ зацепить на топе, поставили один агрессивный вард. Shadow Blade, думаю. Ну-ка, там бежит, бежит. Ну-ка, можно дракона это навестить, ну-ка. Дракона это тоже есть инвест, но если он даст, то будет проблема. Нет, дум не дал. А гардер на развороте. Кого-то пошел разгон, разгон пошел на артиезе, артизе остался один, но есть у него blink, можно сделать blink-out. А я думаю, он это сделать. И левлендж. Винтерверн тоже здесь, айсбласт, есть писты. Винтерскерс на агрессиво, но не самый качественный получился, тот сам откидывался, а вот он очень качественный. Пришел универс, Сумаил, умеет мечтать раскастовываться, отправили совету уже агрессива. Артизе так купить не удалось, да, агрессив в таверне. Игзи отсюда убегает, понимая, что уже ничего не сделать. Очень неприятная ситуация, Сумаил под башем, а в него откинулся станом драгонайт и сразу же отпрыгнул. Что минус этого героя, а не дизейбл? А, слушай, Артизе-то умер, а что его там прикончило? А, эсбласт какой-нибудь, нет? Да, эсбласт хороший. А, аганимчик уже есть. Так, да, этот самый аппарат Митас покупаешь, и вот можно какие-то переворотики устраивать. Хотя выбивать все было. Ну, артизе теперь надо БКБ точно тарить, сто процентов. Разгон, Сумаил делает блинкаут. Дальше идет в конца Гардор. Айсбласт уже, Айсбласт уже! Айсбласт уже! Айсбласт уже! Айсбласт уже! Гардор может убивать, тут Сумаил пока жив. И конечно, с себя от своей цель, потому что у кулфитом был, а мог просто-напросто замерзнуть это забудьте продолжать погоню если в этом смысл вроде идет у глимер кейп от фиры на развороте подцепить шики не удалось тут уже шаги почти только бы но уже хоть как-то что-то похожее на нормального героя ну такое себе 30 минут конечно да ну я соглашусь но против него стояло два героя тиммейте вообще ему не помогали то есть это самая главная проблема что аппарат полностью отдал себя скажем так свои суппортические возможности нам не помощью имбир спириту но в мид вообще не приходил это проблема ну ладно дела минувших дней что называется то я же приобретается все-таки артизе там он поставил возможно будет покупать себя желательно пока бы сделать конечно такое себе если он если он сделать и манту стайл очень тяжело будет играть ну тут понимаешь вопрос только в том чтобы с выйдет из глаз ты это сделал тебе пока бы особо но и не ну а как ты его будешь и выйдете на тени кита да ну ты элементарно можно спину блинка носом кажется рассказывать на того на аппарата который на базе стоит нет аппаратом другого но просто может выпрыгнуть а жизнь не туда в теории конечно можно придумать как заявить если на тебя там бежит корова бешеная это космическая там тускары всякие блинкаются такое пока у него не особо получается и выйдет из бласты короче говоря да в того в кого делает разгон спиртбрекера зачастую залетает а из плавки на 10000 преимущества 10000 преимущества по xp и золото вот так вот то есть пока говорить о том что проблемы какие-то в принципе есть у ребят из егэ наверно глуповато за исключением одного из бласта это единственная проблемка такая остальное все норм сейчас драгонайта появляется то самое пока б агрессив то фармит себе бф могут вообще немножко тратая минута как бы первый бф тут уже должен быть какой-то дайдалус дак они все тайминги лишились и драгонайт эмбер спирит у всех потеряны тайминги если что по таймингу идет только с своими артефактами тускары аппарат остальные не дофарминга я даже сказал аппарат как-то опережает тайминги то что на к ним купил реально очень быстро ну да пикем приобрел тоже ну что что в интервер на залетает есть разгон не снова болт туда же кто-то будет спасать и пи 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 включается бака башки пи 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 и nether strike все вот типичный как бы самым маленьким на творцом в команде противники ну ты знаешь тут на безрыбе да потому что хоть кого-то убивать надо если по не выбрались в условных какого-то тени там или в дума они конечно скорее всего забрали но нарвались ответный fight 5 на 5 где не факт что просто победитель как бы убить одного героя на суппорта а параллельно там все остальные герои формат это конечно не очень круто ну не фармили особо и гонишь просто отбежали то не фармил то не то не фармила знатно у нас изи 2600 уже имеет знаю что есть рошан с протекали стеки но понятное дело что первыми то не сунется даже в отсутствие интерверны довольно опасно это мероприятие это же не торопится вообще игра у нас так у нас развивается скажем не слишком быстро все идет своим чередом просто дофармливать и г свои ключевые артефакты просто страшно смотреть на того же юниверсу которого сейчас появится шива и shadow blade drum of engines влад мир полный запак фактически сумаил с бкб что уже тоже на фирме трилхаммер себе приобретать будет бкб ну круто круто просто крутые айтемы ничего больше добавить стукатное преимущество по фрагам по тут ворс такого сказать конечно нельзя но отставание так во все равно интернет даггер прям так вражеской базе вражескому лесу летает вот интересно почему играть до сих пор не взяли гем казалось бы с такой доминации все что нужно сделать то просто раздевардить весь вижен уздек и зажать их на базе ну вот какие-то ворды все равно стоят в чужом лесу сидеков есть и лесу своем также каким-то перемещением противника нет надо bringer конечно набрал очень жесткую кондицию во первых арморы всех своих тиммейтов и уже дпс физически от сидите слабо заходят очень слабо и сейчас у сиди си элементарно дэмоджа не хватит чтобы убить команду егэ то есть сиди си должны либо кого-то там по одному ловить толпой как это они сделали убить что на самом деле достаточно чревато потому что если бы файт допустим был бы продолжен и они все уже потратили в одну винтер и верно то там тупо всех вы похоронили как и было первые 30 минут до 1 потом умирают пятером все просто действительно не хватает и даже с появлением какого-то условно одного кристаллица или чего такого тоже дэм же не будет хватать как ты правильно подметил огромное количество брони то есть и слизист присутствует вот и bkb в артизе появилась ну все вот теперь уже пиши пропала вышечка ну сколько получается бкб уже есть ребят из егэ пока башка на сума или пока башка на артизе пока только 2 еще два глимера да и тоже скоро доделает ну и принципе я думаю всем скоро его будут уже готовы дождемся шивасгард универсу осталось там тоже не так много денег ну и конечно же стоит еще сперва забрать рошана безусловно ну и сидоки хотя бы пользуются тем временем что им предоставили егэ пофармить немножко кратификация понимает что нужны еще слоты какой-то кристаллица с него выходить в доедаус это какая-то маленькая надежда шики вот bkb собрал blink есть тоже нужно придумать какой-то осалки раз возможно что то такое то есть но иначе можно быть трудно убиваемым драгонайтом но при этом не дамажащим это не есть полезным догонай ну да вот смог провязали на сега и побежали побежали о пока аккуратничает это из вортекс что посмотреть если вижу на противника нижней там нет артизе пробежался возле медлини никого не нашел дети пока стараются играть очень аккуратно на сплите только один агрессив сами сидоки стоят на своей базе не расшелываются на самом деле игры могут очень прям террски действовать единственное что надо когда куда из 2 толпой не попасть учитывая что там куча дагеров они могут отблинковываться из этого из бласта если грамотно чекать они решили вообще хватит и забрать аршана чё бы не чё бы нет есть подозрение даже что из глаз дорого там пока бедите секундные глимеры что-то не верится в это из глаз нужно нужно чтобы прошло там файтов 6 7 каких-нибудь и пустой как там 5 секундный bkb это муку появится лв 16 у нас бас там уже корал но вот смог ответная седеков пошел седеки не хотят отдавать рошана непрекрасно понимаешь что и против айгеса будет хватит очень сложно икзи возглавляет это движение первым дает айс шарф и и и я же это очень плохие чеки прожал свою ультимативную форму врывается на артизе бкб поджимает сразу ловит сразу же думать универсу есть айс бас неточный финскрип шики зажали прилетает агрессив застану пытается нести урон по фитеру даггеру получается никто сделать ну да убили петера даггера но зато шики в таверне сидит икзи бкб закончился мужа просто хочется отсюда убежать тычка с шадоу блейда очень больно есть еще лабал дэс и кизи пытается убежать но тут уже для него все закончено он погибает она разворачивая посмотри гардов оттолкнул противнику самаями стартить и будут продолжать свое движение гардера все-таки добьют они размен 1 3 был даггер у винтер вильерны спокойно в интерверно отблинковалась от экзи то есть они пытались как-то отзонить питера даггера чтобы тот не дал хороший интерскерс а по итогу все остальные персонажи просто развалили шики бедного на драгонайте ну да дом залетел уже ничего не может сделать там и дом и финс грипп он погибал ну в общем-то история повторилась уже раз пятый наверное за эту игру то же самое произошло все-таки врывается на одного убирают суппорта и потом погибают ну вот наши аналитики по ходу были более чем правы по поводу пика сиди и си посыпалась посыпалась шики загнобили за счет таблы в топе агрессив стоял неплохо но блин вся вся стратегия посыпалась получается из-за того что в миде у драгона это все было чересчур плохо и напротив у тени было все очень хорошо вот этот эффект он решался в тени очень-очень серьезно конечно такие артефакты ними жесткие да и вся команда на фармировку со стороны сегодня со стадией ленинга ужасно все получилось на что что эмбер спирит но был у него неплохо на легкой линии нот он и нафармил свой blink даггер и бф понятное дело он это все фрагов конечно конечно он это все не то что даже только во фрагах дело дело еще в товарах которые они должны были на ранней стадии ломать за счет драгонайта должны были вы просто я говорю даггер появляется быстрый на драгонайте и сразу смог ганг забрали товар смог ганг забрали товар смог ганг ты брали товар это гембер спирит он будет даггер свой этот бф иметь минуте там ну к 23 максимум то есть при самых худших раскладах а он купился на 30 ну да нам не бог вещь то конечно но вот blink даггер он теперь за того чтобы не встревать стараться эскейпится в хз сейчас под вардом спалился на него пошла вылазка сами под вардом пробегают ребята из играет об этом знает позе по шту бы этом сматывается нет гема ребята почему вы не купите гем такой же вопрос издавал его минуту же 78 назад когда гем давно уже появился у сиди и силы что париж на игре таки не торопится покупать был богем они бы сейчас развардели все или до этого бы разворот гем же есть бэйна лол отлично вот шпир все вардец наш только прилетел ну да его не было лучше после чем никогда говорится что пусть так ну что что имеем имеем агегис имеем дикое преимущество по артефактам по деньгам по лавалам все очень здорово ждем заходных и грамм судя по всему зная и гейка могут в принципе попробовать как-то высомать на себя противника что ли чтобы они вышли запатить на что-то могут на халяву сделать что называется врагу с мужем один из себя противника высумоилить сумоил краски идет посумоилить на себя купил 30 те самые трава ламп ой да ладно он не купил себе аганимчик он берется ультиматор не хочет аганим ну пока это билд у него выглядит вполне логично что будет дальше собирать давайте посмотрим хекс можно можно так взять себя в линкен сферу есть ли смысл то я думаю что нет особого смысла покупать олинген сферу точных способностей не так много если есть то такие же они критичные для смоила ну да поэтому поэтому манту ставил пусть делать вот поставил здорово даже здорово отлично зачем его плохого цвета ты дает 3 timbersol лучше чем один timbersol без этим не позвали но это скорее все конечно же будет секса зная что там у седека в бкб есть бкб 10 секундный кстати говоря но у например того самого агрессива пока бы нет а парня ловить сложно сексом становится это задача вполне выполнить нижние подпушил террением тени ну что ж будут ли на кого-то залезать агрессив улетает прекрасно понимаешь что в него него внезапно может залетять винтер скарс можно бы сразу погибнуть артизи с аганимом пробивает r3 с байбеком глифа нет и то пробили отошли потерялись но подошли пробили в общем-то план разрушения базы противника понять его тига медленно но верно подгрызаем и оттычку от считать сейчас он еще кстати съел муншард артизи ага тут я смотрю быстро тут машет ручками своими лупцует лупцует ну что дату давай траку седек больше терпеть нет возможно артизи заморозился есть глимер кейбр из файр веже сочи лим тач на своих тиммейтов от инш топориш на артизи простоял подождал ну вот так то на халяву снять ему агеги чтобы особо не вписываться в заме чтобы не тратить информативные способности но не получается но он и жирный да и нюки тратить не хочется в итоге медлинию потеряли практически ничего не потратит при этом не да моментально пошли конечно же будут перегруппироваться и нести второй лей но в общем то как-то пока не совсем круто получается игра у седек ну да начало не пошло и сейчас они не сдаются естественно пытаются как-то выкручиваться из из этих вот обстоятельств которые сложились тяжело тяжело но всякое может быть ждут ошибку от своего оппонента в егэ пока не ошибается делать все достаточно грамотно методично не торопятся и за счет этого игру доводит до победы но приближает эту игру к победе очень очень уверенными шагами абсолютно верно так что происходит дождемся еще какого-нибудь момента интересного например fear купился шо дублы вообще можно вот просто так вот чтобы законтрить полностью противника купить silver edge и драган на эту тычку с руки дать все отключится что может но это это даже здесь в этой игре и не требуется особо потому что играть умирает очень быстро это показывает срокими а это моменты конечно из разряда фантастики когда он и бкб покупает и глимер кейп делает а потом его разбирает делает shadow blade это ну на секундочку 13 асистов всего лишь одна смерть это меньше всех в своей команде понятное дело всей этой игре 5 киллов на уфер но мы видели его старта 202 парень бегает на такой третьей четвертой минуте покупает себе нуль талисман ботал сапог и все понятно сразу скажем так тимбэйном гатор почти бкб доделал кто-то то гардер гардер то гардер у нас то гардер нас молодец рейкере да гард у нас будет кстати 80 смертей ну да но намного все-таки номерал к башка появится не столь ранее ну вот по-прежнему смотрим на этом билд и видим что на дэмэдж появляется лишь только кристаллис а вот и хекс подъехал сума или чеку ну все эмбер спирит у него байбака еще кстати говоря нет купил все-таки кристаллис ну такая тут такой легкий оллин получается в исполнении агрессива то есть закупаемся на все возможные деньги чтобы попытаться дать отпор смысла твоего байбака не будет если у тебя по-прежнему 1 бф ну вот из такого разряда дема же реально не хватает катастрофически не хватает а там еще и кираса прилетает теперь влад мир плюс кираса в комбинации плюс 10 армора очень много ой слушай кардерс бкбшка винрейт 100 процента без него 50 процентов сдается мне что винрейт будет немножечко подпорчен сейчас кто знает кто знает но смог атака сидеки пошли что-то переворачивать а что не пошли переворачивать рошана рошана здесь нет пошли переворачивать противника рановато ну вот он забегают чужие леса слушаю что они тут у нас видят они не зимой ильчик самая сразу убежал но все контора спалилась теперь надо с утрекироваться по моему ну да так как как то вот первый идущий персонаж он не особо мог зацепить мной моментально смоел и в итоге когда драгина и должен прыгать станет но я думаю смоел должно хватать реакции нажать бекаби там прям супер инста инициации нет угол пытались кого-то таскать подловить не вышло и я думаю что егэ будут даже ждать следующего рошана ну вот прям совсем своего прям уберу берс его может быть может быть но вроде как перетягиваются все на топ вообще имея такие шмоточки у себя в арсенале можно и по это понагле и поиграть но опять же в прошлый раз было егес и они могли вот так вот тени на мясо кидать пусть он ломает tower но если у него егеса нет то уже на мясо его кидать достаточно опасно так а вот есть такой довольно интересный момент драгонайд сейчас потеряет формы у него будет кулдаун порядка минуты мы понимаем шики у нас и даже по драгон формы не особо боятся без драгон формы так это вообще пушечное мясо поэтому ягам могут этим воспользоваться агрессия пытается откидываться конечно своими фистами 2100 монет у него имеется байбек тоже есть ну и вот ягода ультра сливого ультра сливого ультра надежно ну понятно почему так егэ знает такие сидеки сидеки могут исполнить очень хорошо вот как у нас подмечала наша аналитика что команда обе хорошо умеет драться 5 на 5 поэтому ягэ не волнуясь не переживая особо сейчас дождутся появления следующего рошана который кстати говоря вот уже появился ну и вот еще один смог от сидеков но что же наверное одна из последних возможностей как-то нарезать красиво без агрессив этот смог судя по всему понимает что там будет убийство рошана но если агрессива не будет то имеет ли смысл так вот вот видно сейчас видно это не видно колбка не видно вот он сейчас ку появился встречается моим вместе с пиццером даггером залетает шики в сумаил рассказ про спорта письмо было бы так принципе довольно неплохо разжимается дум на шики шики пытается отступить он находится под бкб гардера прикончили один в один пока размена шики здесь тоже должен погибать сумаил гоняться гоняться за и где найтмар на него и где конечная остановка тос пара тычек уходит он сноубол но это ненадолго спасает его жизнь ку-ку божику ушел это бил сумаил весь пока сдал а он выжил и просто ретировался ты прав прожал таким на 513 такое мы видели уже 1 6 наверное в этой игре ну что-то похоже на либо кучу байбеков и за ноги придется что же так неаккуратно то эмбер спирит вот он тот самый злосчастный хекс от сумаила приговаривает эмбера и вот потому что это покупать байбеков бывает аккуратно сыграл что же глиф байбеки есть там тени спокойно добил рошана забрал себя егиз вижу такую развалочку каменяшка победить от артизи ну чтож на нижнюю линию теперь перетягиваются мид-лейн допилем артизи ныряют дальше у картер пошел есть байбек от токара циницировали фира на эзер страйк тоже фиро айсблаз будет тоже тоже залетать фиро возможно убит валер спанч дом но теперь сумаил с артизи будут говорить свое веское слово артизи тоже прошел пока вы просто напросто на броне сносит бараки никто ему помешать не может запина будет агрессива здесь под кексом агрессив получать в интерскерс байбеков агрессива нет не погибает то это уже явно конец не отпустил артизи теряется париж на артизи сколько-только потеряла егиз это good game 1 0 ну что можно сказать по этой игре можно сказать что егэ умеют доводить игру до победы это да и сыграли в поздней стадии очень надежно за этом ставим большой большой плюсик не стали вот эти расторопные движения потер 4 устраивать какой-то экшен там все мы помним как игры против эмбер спирита вот так вот хорошо начинаются и мы помним игры про от virtus pro и так далее плохих примеров было достаточно ну что он всегда комет